сегодня у нас 3 августа полдень приблизительно солнце высоко стоит я ползаю по карте верю лаптями по карте куда ехать туда сюда 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 думаешь лень все это изучать маршрут составлять а так уже в дороге никуда не денешься придется маршрут праха прокладывайте за дня в день необходимость я заставит есть у меня хорошая книжечка я по ней в черне набрасываю маршрут мы сейчас главное как-то до карпат набраться мы сейчас застряли возле коростышевского коростышева здесь коростышевский карьер рядом я стал так в отдалении потому что там публика очень много скапливается и сказал в коростышево либо ехать через житомир бердичев винницу я в каменец подольский оттуда уже начну я так детально знакомиться с карпатами это все надо как бы проскочить побыстрее либо ехать другим маршрутом через хмельницкий житомира хмельницкий я еще не решил но посмотрю немножко житомир и отправлюсь либо туда либо туда решение приму уже в дороге в житомире если даст бог я посещу музей королева но сегодня понедельник не знаю удастся ли здесь кругом режут гранитные памятники то есть на всю украину можно их нарезать скальные породы граниты хорошие кругом он тут кустарно все это дело кругом здесь граниты идут заборы здесь рядом река тетерев много скальных выходов на поверхность красивые места но какая рекламная колонна и надпись все с гранита по вертикали разного цвета гранит и обложим и в шашечку мелкую и крупную плитку вытащили кого это вообще ценная какая-то порода интересная сама колонна бирюзовые вкрапления в ней забыл как она называется очень красивые бирюзовые карты ладно нам в швитомир тут лестница тоже из гранита вся эта круглая лестница а вот тут рядышком и тетерев и тетеревые карты красиво чуть полюбуемся на речку вот выходы кругом гранита широка здесь . лодочка стоит где-то как-то пожилая тригорский монастырь приглашали меня туда я прошлое свое путешествие посетил да с бог может еще заеду все начались уже обычные дороги столь милые сердца с трясками с ухабами заросшие где акация где кленом ясенелистым это такая напасть считается сорным растением у него листья как у ясеня но не лодочкой а три зубчиком такие чуть напоминающий клен в житомире восемьсот восемьдесят четвертый год в житомире восемьсот восемьдесят четвертый год вот музей а вот здесь где-то недалеко налево должен быть дом музей королева здесь он провел детские годы или даже родился так мне не удалось здесь побывать хотя проезжаю уже второй раз так вот музей космонавтики выходной понедельник как все положено сегодня понедельник как бы я посетил пера с пера это астра это наверно должен означать через тернии к звездам да музей космонавтики королева музей космонавтики королева является одной из причин почему люди всего мира стремятся приехать в Украину все началось в 1907 году когда в житомире родился Сергей королев в доме который сейчас является мемориальной частью музея мемориальный музей академика королева в этом здании в 1906 году родился Сергей Павлович королев дважды герой сельско садись до улица дмитриевская в 1907 году вот здесь старое здание ровесица наверное королевского ой это революционное Вообще-то мои ящички, сколько раз обликер и красили это дерево, не перечесть за все эти его замочки. Ага, я понял. Дядька, который остановил меня, проживает в этой части дома. Одна часть отремонтирована, а вторая заброшена. Вот почему он тут бдит. В общем, не так давно здесь была какая-то лавка наверняка. Ставни такие с болтом. Вон есть отверстие в наличники, туда вставлялся болт и запиралось на ночь. Окно. Понятно, что здесь люди не... А, вот здесь видно, как болтом запиралось окно. Вот, болт. Главный вход, конечно, был под навесом. Они навес сохранили, но вход заделали, поставили там окно. Седьмой номер. Ну, то ли буквой Г был, то ли... Не, ну, конечно, буквой Г это такой был. Фрегель пристроечка. Не может быть какой-то объемный. Вот там внутренний двор большой. Ракета Р-58. Наступит, читая, высотная геофизическая ракета. Сейчас, созданной в 50-е годы, в ОКБ-1 под руководством Королева. Предназначалась для научных исследований, отрабатывания парашютных систем и систем жизнеобеспечения при подготовке первого пилотированного полета. Стартовая масса 5 тонн, длина 23 метра. О, Житомирский державный университет имени Планка. Интересное здание. Здесь было основано первое товарищество велосипедистов Житомира в 1893 году. Это один из других домов. Сейчас мы к нему поднимем поближе. Мы разворачиваемся. Так. А это что такое? В этом месте находился дом дворянского собрания, в котором в феврале марта 18-го года работ Каламалая Рада Украинской Народной Республики. В окрове с Грушевским. М.С. Грушевским. Это уже памятное знак новое. Так. Здесь было еще и дворянское собрание. В этом здании в 1993 году было основано первое спортивное товарищество велосипедистов Житомира и Волыни. А не просто Житомира, а Житомира и Волыни. Вот так. Сколько тут историй в Житомире. Старенькие здания. Это же совсем архаика. Окно выбито. Шишек кругом. Всякого мусора. Живут в нем? Нет. Нет. Какое-то казенное учреждение вроде. Нет вытрезвителя. Такое впечатление выразить. Суровое казенное учреждение. Или участок полицейский. Это центр города. Впрочем в Киеве такого хватает в центре. Вот здесь красивое место. Это старый бульвар. Так и называется. Старый бульвар. И памяти Пушкина. Пушкин. Код. 26 мая. 1199. 1899. Как то понимаете? 100 летний юбилей началось, 799-й, ага, это родился Александр Сергеевич, 1799-й, да, он почти родитель века, 100-летний юбилей, точно, 100-летний дня рождения. А вот, это улица Михайловска, где расположены все кафе, она пешеходная, ой, надо быстрее раскочить, 11, 10, 9, успеваю, успеваю. Здесь было одно, одно кафе, которое, которым владел, которым управлял француз, француз, походив почему-то на героев Дюмая, у него была бородка, мусики и такой вообще французский характер, экспрессивный. Я, когда возвращался из путешествия, в 70-м году пил у него кафе, жив он или нет. Он, типа, нанимал в качестве обслуги себе в кафе студентов филологического факультета, чтобы все обязательно знали у него французский. Очень, вот такой, колоритный персонаж. Ну, теперь вот уже такие гиганты. Это индустрии, как и Рома Кава здесь позахватывали места, кто-то, значит, уже вытеснился. Кругом уже сетевые структуры, львовский круассан, пьяная вишня, Арома Кава. Да, очень быстро все как-то оригинальное вымывается отовсюду. Везде одно и то же становится. Будем мочиться или нет? В смысле, мочить себя. Я проскочу. Пора нам заниматься делом, крутить педали. Время 5 часов 25 минут. Хотя бы 2 часа еще погрутить. Поедем мы вдоль берега реки Титерев, вдоль Титерев по направлению туда. Трегорский монастырь может посетим. Так, я выбрал маршрут. Не поеду я в Бердичев и Винницу. Обмену их. Здесь красивый собор. Я чуть-чуть отвернул. Думал, уже все, уеду. Но заметил верхушки собора. Сейчас мы знаем, в каком году построим. Что это за собор? В момент их архитектуры. Преображенский собор. 1874 год. Ну, рельеф тоже здесь приятный. В Житомире такой спуск хороший. Ты как Аленка. Правильно ли я хоть еду? Я так на глазок еду. Дорога как раз то приближается к реке Титерев, то уходит от нее. А он здесь, как Титерев, красив, широк, как у озера. Скоро, через часики, мы уже будем искать здесь стоянку. Ну, где лошадь. Надо же. Вон сколько цапель я сразу вижу. Раз, два, три, четыре, пять цапель. Здесь и их отражение. То есть 10 цапель здесь. Считаю их отражение. Они сидят на каком-то то ли островке, то ли коряге. Непонятно, что это такое в середине реки. И мирно себе отдыхает. Так, вот что нам нужно. Тригорский монастырь. Я где-то возле него из-за ночи. Я не ожидал, что так быстро доберусь. Впрочем, я оценивал расстояние на глаз. За картой особо не смотрел. Вот мост. А вон цапли мои. Вон они сидят. Голубчики. Все пять. Еле-еле отсюда видно. Как раз на срезе воды прямо перед ними начинается заболоченная часть. Вот этот вот участок. Лес здесь больно хороший. Я запомнил, когда первый раз съехал. Здесь преимущественно грабовые леса. Ну, попадаются в такие великолепные дубы. Житомирское лесное хозяйство. Тригорское лесничество. Ну, все мы в заповедной зоне. Доброго дня. Идут уже в заповедных местах. Виллы себя отгораживают. Точнее, землю под виллой. О, боже, как хорошо пахнет этот лес. Густой такой, сыроватый запах приятный. Да, благословенные места. Где-то уже монастырь совсем рядом. Я думаю, даже километра не осталось. Там у нас поезд. Тетерев. Площадку нашел точно для палатки. Вырыта. Она так спрофилирована горизонтально. И уж теперь понял, что я как-то чутьем каким-то нашел место. Самое удивительное. Самое лучшее. Прямо напротив Тригорского монастыря стал. Тошнадо. Вроде как случайно. На карте даже не сотрел, где монастырь. А попал напротив него. Напомнило мне, как я ночью у Иверского озера встал возле Иверского монастыря. Красота. Здесь небольшой такой заливчик. Ну все. Обустраиваемся. Где берега. Это что напротив? Каменные. А здесь есть выходы камня, конечно. А, это камень. Но очень сильно обветрившийся. Камень как бы нет. Надо же. Что делает? Время. Даже с самыми твердыми породами. Это каменные породы. Старые обветрившиеся каменные породы. Ух, все. Никак не странно, я все нехорошо проехал. Ух, да я же еще возле этой кучи. Здорово, муравьи. Вы меня бежать не будете. Муравьи здесь всюду. Недаром это заповедник. Так и кишат. Надо место менять. А то дорвать когти. А то они всю ночь будут по мне ползать. Знакомиться. Какое-то вот такое местечко вроде вот этого. На песке, конечно, гоняются. Не очень хорошо. Но вот здесь вроде их не так много. Есть один, два. но не 300 штук. Они, небось, там и на песке гоняются друг за другом. гоняются. Сюда сюда еду. Гармонь затихла. О чем-то давнем вспоминает гармонь. Почти уже доисторическом. О каком-то таком забытом и важном мифе. такое настроение щемящее от нее. Щемящее, чуть тоскливое. Очень тонкое и нехорошее. Бог его знает. Что у нас у славян в душе живет? Какие образы все это нас волнует? Иду завелом. Так, у меня закончился второй день похода. Проехал я за два дня 178 километров, кажется. У-у-у! Я становился в красивейшем месте. Вот ради даже одной такой остановки в одной такой стоянке стоит затевать поход. Там вот Регорский монастырь. Вот как-то сегодня какое-то к вечеру состояние облегчения. Ничего у меня не сломалось. Все идет как по маслу. Механика хорошо работает. Организм неплохо работает. Все работает. Все идет так, что лучше нечего желать. И вообще вместе остановился. Очень часто в начале дни похода волнуешься, что не сорвалось, потому что длительная подготовка не окупится. Что-то сломается серьезно, и ты вынужден будешь поход завершить. То ли ты сломаешься, то ли транспорт. Тем более я груженый. Все, это же надо вести с собой все эти удобства. Столик горелки, все эти тервопляги и термоса. Здесь у меня кашка еще с утра заварена. Она уже настоялась хорошо. Овсяна. Но пробовал я без всего этого ездить, не нравится. Сидишь на какой-то коряжке, не толком вещи расставить, не толком карту расстелить. Нет уж. Лучше я лишних 7 килограмм возьму с собой. Сколько там это все весит. В общем, буду во всем этом нуждаться. такой вот день чудесный. Ну и все. Сейчас пьем крепкий чай и будем бай-бай. бай-бай.